Стой, 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 стой. Работая в парке, еще ведут, но все горки и спортивные снаряды уже заняла ребятня. Жители третьего интернационала не избалованы зонами отдыха. И обновленный парк сразу же стал местом прогулок. Многие годы мы ждали, когда нам сделают парк, чтобы погулять, где было с детишками и провести свободное время. Мы вот сегодня первый раз пришли и, конечно, много эмоций. Сразу вот осматриваем горки, все вот эти спортивные сооружения. Пока только положительные эмоции. Надеюсь, что все вот это сохранится у нас на долгие годы. И что местное население будет ценить то, что сделано. Ход работ проверил губернатор Игорь Бабушкин. Подрядчик отчитался, что идет в графике и объект сдадут уже к 10 ноября. Сейчас ведут монтаж нескольких горок, плитки и высаживают растения. Все в парке посадят более 400 кустарников и деревьев. Во-первых, предусмотреть, чтобы это было все в комплексе, чтобы были системы орошения. Есть. И озеленение. Есть. Деревья, деревья. Надо людям дать клич. Я думаю, что с удовольствием люди соберутся и свою лепту внесут. Посадят каждый по дереву, потом с удовольствием будут они пользуются. Только потом надо, чтобы эти деревья не погибли. В парке имени Ленина в Трусском районе работы в самом разгаре. Заливают бордюры, прокладывают кабель, укладывают плитку. В центре площади появится белокаменная ротонда. На 20-го числа мы полностью заканчиваем работу. У нас просто полтора месяца мы не могли сюда попасть. Почему? Потому что был связан этот газовый переход. Вот мы его сделали. Проблемы с коммуникациями стали препятствием и в обновлении парка около судоверфи в микрорайоне Казачий. Подрядчик был вынужден ждать, пока другая компания завершит работу по прокладке водопровода. Нельзя сперва класть асфальт, а потом класть под него водопроводные трубы. Поэтому мы немножечко подождали, пока смежники у нас проложат коммуникации, а только после этого закрывали. Объем работ здесь выполнен процентов уже на 80. 20% доделается в ближайшие 2-3 недели до конца месяца. Еще раз повторюсь, все будет закончено. По словам подрядчика, работы ведут в несколько смен. Здесь пока заливают бордюры, рядом уже укладывают резиновое покрытие и монтируют спортивные снаряды. Ограда не предусмотрена. Через парк идут дорожки к поликлинике и детскому саду. Мы сейчас стоим, тут баскетбольная. Здесь вот она, вокруг будет тротуарочка. Здесь склон в зеленую зону. Воркаута в зеленую зону. И здесь фактически откос. По идее он не проездной, но по факту будет проездной. По результатам проверки губернатор дал подрядчику дополнительное время. Я вижу, что просто работы выполняются и такой большой объем. Поэтому я думаю, до конца месяца мы возьмем время, чтобы уже торопиться надо, но только чтобы было качественно. И чтобы вы все сделали, мы увидели плоды вашего труда. Чтобы защитить парки от вандалов, рассмотрят вопрос установки в них полицейских пунктов и видеокамер. Наталья Фомина, Игорь Нефиденко, Центр новостей.